Ну что, давайте начнем, пожалуй. Кому все-таки нормально меня слышно? Вообще все хорошо? Окей. Я не такой преподаватель и спикер, который будет требовать от вас неистово и какой-то реакции обратной. Если вам станет в какой-то момент скучно, неинтересно или еще что-то, вы всегда можете встать и выйти. Я никого здесь не держу, и это достаточно свободная и прекрасная территория для общения и обмена опытом. Ну, сегодня тема нашего выступления – это реалии работы СММ-специалиста, и я очень рада видеть здесь такое количество мальчиков, потому что обычно только девочки почему-то в этой профессии, хотя это, в принципе, такая очень техническая и умная креативная специальность, и очень жалко, что мальчики со своим таким особым мужским подходом в нее почему-то не идут. Давайте начнем с небольшого знакомства. Ну, привет, дружок. Меня зовут Лиза, я работаю СММ-специалистом в Geekbrains, это IT-портал, который входит в часть Mail.ru Group. Я уже пять лет работаю в рекламе, начинала с третьего курса института и вот дальше продолжаю после окончания. Работала с совершенно разными всякими группами, с Новиков Group ресторанами, с большими брендами, с транснациональными, с маленькими кофейнями в Санкт-Петербурге, потому что я вообще из Санкт-Петербурга и живу в Москве полтора года. Вот. Соответственно, также я абсолютно обычный нормальный человек, у меня даже татуировки есть, я катаюсь на пене, сижу, развлекаюсь с друзьями и, в принципе, в эту профессию не обязательно идти только экстравертам или только интровертам, чтобы себя реализовать. Давайте начнем с небольшой теории. В принципе, все, что мне нравится в SMM, это то, что это очень динамично развивающаяся такая структура, в которой нельзя написать книжку, потому что пока книжка выйдет из типографии и доедет до магазина, Instagram или ВКонтакте выкатит какое-нибудь обновление, и вся наша работа начинает вообще строиться совершенно по-другому. И в SMM все, что может быть, это, в принципе, комплекс мероприятий по использованию социальных сетей в качестве площадки для того, чтобы бренд решал свои бизнес-задачи. Весь плюс SMM состоит в том, что все, что вы должны делать, приносить не лайки, репосты или постить котиков и смотреть на реакции, а, соответственно, брать и решать свои задачи, которые стоят перед бизнесом, в принципе. Таким образом, получается, что если вы не коммерческая какая-нибудь организация, допустим, как институт или какие-то фонды, они также могут найти для себя там определенные выходы и инструменты. Почему же вообще бренды выбрали социальные сети в принципе? Есть очень простая и логичная такая история в том, что бюджеты после кризиса в рекламе очень хорошо подрезали. И если раньше у всех было много-много денег на то, чтобы делать билборды, снимать ролики для телевидения, работать с большими звездами и прочим-прочим, после кризиса, особенно в России, бюджетов просто не стало. Соцсети при этом, при всем являются относительно бесплатным инструментом. То есть все, что мы можем там делать, можно делать практически без бюджетов, без там, с минимальными какими-то вложениями в таргетированную рекламу и оплату сотрудников. Ну и, разумеется, в соцсетях бренды обрели возможность говорить со своими потребителями, с клиентами, с теми, кто получает эту услугу напрямую. Как вы видите, это причем настоящий билборд, который висел на просторах нашей Родины. Если вы повесите большое рекламное сообщение в пределах третьего транспортного кольца, просчитать, кто его увидит, кроме целевой аудитории бренда, практически будет невозможно. Потому что там будут и бабушки, и дедушки, и вот это Алла, и не Алла. И, соответственно, понять, достучались ли вы или нет, невозможно. То есть, в принципе, маркетинг такой большой, он больше похож на монолог. В социальных сетях это превращается в диалог. То есть, сейчас вы можете написать Тинькофф Банк или Mail.ru Групп или Авиасейл, что вас что-то не устраивает, и они ответят. Если они вам не ответят, вы напишите еще, и на это обратят внимание гораздо большее количество человек, и, соответственно, вы получите еще больше резонанса, чтобы пообщаться. Еще плюс как бы социальных сетей в том, что бренды обрели возможность просто взять и очень легко стать модными и близкими своей аудитории по сравнению с тем, чтобы выстраивать большие, огромные стратегии в пиаре. Пиар — это, конечно, бесконечная любовь, и им нужно заниматься, но в социальных сетях это сделать гораздо проще. Так, например, мегафоны МТС в тот момент, когда на пике был Versus Battle, и он просто лился из каждого утюга, решили выяснить свои отношения в Твиттере путем, собственно, перекидывания вот такими вот сообщениями. Как вы видите по реакциям пользователей, он набрал достаточное количество всяких ретвитов, лайков и упоминаний, и бренды таким образом решили одну из своих бизнес-задач, то есть отстроиться от конкурентов и привлечь к себе внимание среди аудиторий, с которой они работают. Таким образом, дальше мы можем смотреть, в какие социальные сети вообще мы можем идти, что там происходит. Можно я у вас попрошу буквально минутку внимания? Давайте проведем такой небольшой интенсивчик. Вконтакте кто пользуется? Инстаграмом? Фейсбуком? Одноклассники? Ну да, лес рук, понятно. Ну, в принципе, это довольно обычная и хорошая статистика для вашей такой возрастной истории, тем более мы сидим с вами в Москве, у каждой социальной сети есть свои особенности. И дальше как раз-таки я вам покажу. Первая, такая самая большая масштабная соцсеть, это ВКонтакте для России. Конечно, может быть, если бы мы взяли какой-то азиатский рынок, там у них есть Вичаты свои и прочее, туда даже лезть, у меня дергается глаз, я не знаю, как там работают специалисты. ВКонтакте, я не буду читать слайд, вы все можете посмотреть, это данные за февраль 2018 года. Распределение по мужчинам, женщинам, возрасту и прочему, все это можно посмотреть. Соответственно, когда вы смотрите на аудиторию, вы четко видите, с кем вы получаете возможность работать. Таким образом, еще ВКонтакте считается, что такая соцсеть для школьников почему-то, и среди больших маркетологов ее не очень любят. Вообще это неправда, потому что да, ВКонтакте 10 лет назад начиналось с того, что это была действительно соцсеть для школьников и студентов. Но как выросли те самые люди из школьников и студентов, так выросла и основная аудитория, собственно, непосредственно самого ВКонтакте. А основной приход, который сейчас есть аудитории в нее, не отличается ничем от других социальных сетей. ВКонтакте буквально создан для того, чтобы как раз-таки там общаться. Там очень удобные комментарии, очень удобные обсуждения в группах, которые можно там внести и что-то сделать. Есть фотоальбомы, в которые можно загрузить фотографии как администратору страницы или, допустим, самим пользователям. То есть если также ВКонтакте поддерживает видео, прямые трансляции, аудиозаписи, то есть в принципе для жизни больше ничего по сути не надо. То есть там много форматов, которые можно использовать. Одноклассники. Одноклассники действительно очень большая соцсеть. Но поскольку они не делятся своими данными по вообще аудитории, это статистика на январе 2017 года. И статистика не по России, это в принципе по всем странам, то есть там СНГ и прочее. Это взрослая соцсеть, и это факт. Там сидят люди из регионов, которые обсуждают свои внутренние вещи, более взрослые. Там есть состоятельная аудитория, но у них просто другие немножко ауты в том смысле, что они работают на стабильной работе, у них есть уже скорее всего семья. Поэтому одноклассники очень любят бренды по типу стиральных порошков, то есть какие-то такие бытовые вещи, какие-то большие крупные кулинарные бренды, автомобильные. Потому что вот там для них прям раздолье. Там тоже очень много, вы удивитесь, но у одноклассников они добились 500 миллионов уникальных просмотров видео в месяц. То есть там люди сидят и 500 миллионов человек смотрят видео. Вот это прекрасно вообще. Для меня небольшой секрет, кто это делает, но, наверное, вот как раз-таки та самая взрослая аудитория. Инстаграм. Инстаграм рай для визуалов. Родина всех блогеров, больших и малых. Соответственно, он предназначен для того, чтобы смотреть на красивые лайфстайл-картинки, радоваться жизни и подсматривать. Это такая соцсеть небольшая вуэвистов, то есть подсмотреть, как живет моя любимая звезда или блогер, вот такого рода. И попробовать самому что-то поделать, там пофоткать, что я ем, куда я хожу и чем занимаюсь. Это мои цветы, это мой подарок на 8 марта, вот это все вот там. Соответственно, поскольку нет данных по возрасту, мы можем только предполагать, какая аудитория там сидит, но, как мне кажется, что вот там это как раз соцсеть все-таки для девочек очень разных возрастов. Facebook. Facebook — профессиональная соцсеть рекламщиков. Если бы у них был какой-то представитель бренда или бренд Аббассадор, это был бы, наверное, какой-то московский рекламщик, который везде ходит модно в AirPods'ах и катается на гироскутере. Там всего, как вы видите, если прошлые были по несколько миллионов авторов, в месяц всего один миллион. В России Facebook не очень понятен для аудитории, они не знают, как там в нем пользоваться. Я сама очень люблю Facebook, мне там удобно и приятно, ну, наверное, потому что я рекламщик. Соответственно, Facebook любят модные как раз-таки бренды из разряда «проходите, все хорошо, садитесь поближе». Мы далеко не ушли пока что. Соответственно, Facebook прям создан для модных брендов, для разного дарк-маркета типа алкоголя и прочих таких вещей, которых запрещена реклама. Они создают там свои сообщества и продвигаются совершенно на как раз-таки аудиторию тусовщиков и модников. Соответственно, если мы говорим о соцсетях, нам же нужно выбрать, да, в какую соцсеть мы пойдем, что мы будем делать там, то есть какой контент мы будем публиковать. Нужно определиться с целевой аудиторией вашего бренда или вашего продукта, где вы работаете, вашего стартапа. То есть вообще, в принципе, решить, если мы уже знаем данные по соцсетям, в какой соцсетях, как развиваться. Проходите, господа, все хорошо. А то вы так скромно смотрите. И, соответственно, из целевой аудитории нужно понять, кто же ваша целевая аудитория. Самое страшное, что может случиться с целевой аудиторией, это когда приходят к SMM-специалистам или к рекламщикам и говорят, но мой продукт, он для всех. Моя аудитория – это взрослые люди 18-65, мужчины, женщины, живут в крупных городах России со средним достатком. Это вот, знаете, такие пластиковые люди, мне сразу представляются, которые ничего не делают, у них только средний достаток, и живут они в городах-миллионниках. Чтобы понять, кто ваша целевая аудитория, для начала нужно спросить текущих покупателей. Если бренд существует, и вы приходите, и он уже что-то делает, то, соответственно, можно спросить у них, чем же они занимаются. Следующее – это исследовать аудиторию конкурентов. Те бренды или те представители, которые говорят, что у нас нет конкурентов, скорее всего, плохо сделали стратегический анализ и исследовали рынок. Где-нибудь обязательно есть хотя бы какая-то близкая или партнерская история, из которой можно узнать, что же там происходит. И следующая история – в крайнем случае построить гипотезы. Для кого-то же вы предполагаете, что если у станции метро-университет открыть кофейню, то, наверное, туда будут ходить студенты МГУ. Может быть, они туда не будут ходить, если там будет написано, что их здесь не обслуживают. Соответственно, нужно построить гипотезу на основе не только рынка, но и на основе вашего товара. Чтобы построить грамотное описание целевой аудитории, вам нужно сделать аватар бренда. Аватар бренда – это такая история, она еще называется бренд-чемпионом, чтобы вы получили действительно живых людей, которые были бы похожи на те аккаунты в социальных сетях, которые вы видите самостоятельно. Тогда вы поймете, как с ними можно общаться. Чтобы это сделать, нужна вот такая вот табличка. Вот здесь, по сути, должна находиться фотография живого человека, которую вы представляете из себя, и ответить на вопросы, которые там описаны. Как только вы сможете понять, что же движет им, что его окружает, что он говорит, какие у него потребности и, соответственно, желания, вы сможете сделать выводы и понять, как же с ними коммуницировать и где искать, в какой социальной сети вы можете найти представителей этой аудитории. Объясню, почему это вообще необходимо. Кроме того, когда люди говорят, что, допустим, ну вот хорошо, Лиза, стиральный порошок, им же пользуются все, и я им пользуюсь, и вы пользуетесь, и взрослые люди, каждую неделю кто-нибудь что-нибудь стирает. Но коммуникация с этими людьми будет выстроена по-разному, потому что если вы опишете здесь молодого человека от 18 до 21 года, который уехал от родителей, стал жить один, там ходит в институт и подрабатывает по вечерам, и, не знаю, играет в видеоигры, то с ним вы будете говорить на одном языке, который будет для него боль в стиральном порошке. Это то, чтобы собрать все вместе, закинуть в стиралку, включить одну кнопку, и чтобы у него все постиралось и ничего не испортилось. Это вы будете ему говорить, типа, чувак, наш порошок, вот ты его засыпал, джинсы, черная кофта, светлые вещи, все постирается, ничего не покрасится, все будет классно. Если здесь вы нарисуете портрет домохозяйки, которая, соответственно, заботится о том, чтобы у нее дети были в порядке, муж был в порядке, она сама хорошо выглядела, у нее боль, возможно, будет в том, чтобы не покупать стиральный порошок отдельно для себя и отдельно для ребенка, потому что, если вы не знали, детям требуется там отдельный гипоаллергенный порошок, и, соответственно, если вы ей покажете, что ваш можно использовать именно так, она пойдет и купит его, а не сотни других, которые представлены там где-нибудь в Ашане. Таким образом, вот как раз-таки из этих портретов и из болей представителей целевой аудитории выходит на сцену его величество контент, то есть то, что вообще является основой SMM, тот самый контент, которым пользователи захотят делиться, который будет им интересен. И самое главное, что здесь можно сказать, что если вы погуглите вообще про SMM, что бы то ни было, там будет очень много классификаций контента, о которых рассказывают, типа, вот, вы должны обязательно рассказывать про продукт. Про продукт должно быть 20% вашего контента в социальных сетях, потом там 30% должен работать на вовлечение, чтобы пользователям было интересно, а 50% на охват. Здесь я могу сказать только такую историю. Людям, которые открывают Instagram, пофигу, сколько у вас контента. И какой он там есть, про продукт или он на вовлечение. Для них самое важное и естественное, что может быть, это то, что контент должен быть полезный. Вот если контент будет полезный, то он будет про продукт, или в формате видео, или в формате фото. Вообще никого не будет волновать. Также люди будут читать длинные-длинные статьи и наслаждаться ими. Если контент будет бесполезный, то, в принципе, хоть вы там снимете суперкрасивый ролик, я не знаю, с какой-нибудь очень классной девочкой, которая будет 5 минут молчать в камеру или говорить что-то, что пользователям не будет откликаться, это будет абсолютно бесполезная история. Таким образом, вывод, который можете сделать из этой истории, что контент должен помогать пользователю удовлетворять его потребности, а бренду решать его бизнес-задачи. Если вы следите за социальными сетями, допустим, Aviasales, то их бизнес-задача составляет, ну, как бы, для соцсетей, в том, чтобы о них просто постоянно говорили. Или про Burger King, например. Им вообще все равно, в каком ключе о них говорят. В хорошем, в плохом. Лишь бы просто говорили. Они сделали для себя вывод, это есть, в принципе, в их отчетах годовых, что после скандалов с приемными детьми Брэда Питта и Анжелина Джоли у них повышается процент визитов на сайт. Вот они сделали эту закономерность, поэтому они дальше, собственно говоря, делают такую стратегию. И если у Burger King после того, как они сделали рекламу на туалетах, возрастает количество продаж бургеров, и их это устраивает, то, ну, пожалуйста, как бы все свободны делать все, что они хотят. Соцсети у нас свободное место для творчества. В остальном же вы можете посмотреть, я собрала здесь небольшие скриншоты. Соответственно, смотрите, есть ТЖ, это Тинькофф журнал, который делается от Тинькоффа, который публикует очень полезные, интересные, классные статьи, причем они длинные, до сих пор все любят говорить, что статьи никто не читает, тексты перестали читать. Есть небольшая такая история, но тем не менее, посмотрите, Банк Тинькофф, который должен, по сути, зарабатывать на процентах от кредита, публикует статьи, как погасить долг, чтобы не платить проценты. Таким образом, он повышает как раз-таки лояльность своих потребителей, делает вид, может быть, даже и не делает вид, что он о них заботится и зарабатывает очки. Тот же самый у нас в Geekbrains мы публикуем статьи о подборке инструментов, которые помогают как-то прокачивать свои скиллы параллельно чтению книжек и всего прочего. Ну и Burger King, который просто вот, им надо было рассказать, что у них доставка за 30 минут. Они взяли инфоповод про Илона Маска и Теслу, засунули там, прифотошопили пакет и сказали, что они доставляют за полчаса. Все эти посты собрали большое количество охвата и реакций, потому что вызывают эмоции у пользователей. И, соответственно, для них, если в Burger King люди будут заходить, чтобы посмеяться, или в Delivery Club, допустим, публикуются мемы и актуальные такие штуки, то, ну, собственно говоря, почему бы и нет. Как же все-таки, вот меня часто спрашивают, мол, скажите, сколько писать постов? Какие посты писать? Сколько писать текста? Какие картинки выбирать? Если раньше мы строго писали типа три абзаца, потом два эмоджи и картинка, и все будет хорошо, если она будет качественная. Сейчас, благодаря тому, что у нас появилась особая умная лента, это как раз-таки черный день в жизни СММщиков, когда Facebook, затем Instagram, затем ВКонтакте, но ВКонтакте нам хотя бы оставил какое-то право выбора, там можно ее отключить, то Facebook и Instagram нет. В один прекрасный день они ввели алгоритм, который, как вот этот баран, учитывает 100 каких-то там себе, условно говоря, показателей, там вовлеченность, поведение пользователей и прочих вещей, и на основании этого формирует ленту пользователя. Таким образом, Facebook сказал, что только 2% брендированного контента от бизнес-страниц пользователи будут видеть в своей ленте. Они аргументируют это тем, что Facebook — это страничка для друзей, и семьи, и там нет места брендированному контенту. Может быть, да, можно, но тогда платите деньги за таргетированную рекламу, и вы появитесь в ленте пользователей, если не будете им мешать. То же самое делается в Instagram, потому что Instagram принадлежит Facebook, ВКонтакте, алгоритм, помимо того, что они ввели этот алгоритм, они ввели огонек Прометея, который поддерживает авторов. Это большой плюс, потому что он выдается в том числе и брендовым страничкам, и увеличивает охват, если пользователи реагируют собственно на ваш контент каким бы то ни было образом. Поэтому единственное, что нам осталось жить и как бы как делать, это делать просто хороший, качественный контент, который отвечает на боли и какие-то потребности наших потребителей. Чтобы его делать, можно учитывать следующие вещи. Тренды и вечная классика в SMM позволяют создавать тот самый контент, которым пользователи будут делиться, и ваша стратегия будет хорошо работать. Искренность. Искренность это такая история, в которой всем надоели уже хорошо вылизанные такие фотографии очень, и благодаря этому в свое время хипанул, можно сказать, потому что когда контент стал жить 24 часа, вот кто им сториз постит вообще в принципе? Да, потому что в сториз очень удобно. Ты бы зашел, посмотрел, что происходит рядом с твоими друзьями или с людьми, за которыми ты следишь и закрыл. Сейчас, как говорят, пользовательское поведение стало такое, что люди сначала смотрят сториз, и если у них осталось время, они смотрят немножко ленту, обычно этого времени даже не хватает. То есть время, проведенное в ленте соцсетей, они как бы сместились вообще на второй, на третий план. Таким образом, все посты, которые сейчас бывают такими искренними, с минимальной ретушью, с какими-то открытостью, они приобретают больше доверия. Хороший кейс в этом смысле был у Додо Пиццы, которая взяла и поставила камеру к себе на кухню. То есть вы могли позвонить, заказать пиццу, и посмотрите, ее готовят прямо практически при вас с экрана своего телефона или ноутбука. У них, в принципе, вообще такая очень сильная позиция по открытости всех внутренних процессов, что они завоевали довольно большое доверие пользователей и смогли продавать свою франшизу дальше по городам. следующая история, которая выходит из искренности, это видеоформат. Видео действительно шагает впереди планеты всей, и им очень нравится заниматься всем и вся, потому что видео-туториалы, которые снимаются, они очень быстрые, их можно посмотреть, не читать огромные полотна текста. Сейчас даже видео делают с субтитрами, чтобы люди, которые сидят на работе, им нельзя сидеть в наушниках, они могли тихонечко открыть, смотреть и параллельно там заниматься своими какими-то рабочими якобы делами. Поэтому, в принципе, очень много контента стало вот в как раз-таки видеоформате. Из него как раз-таки выходят стримы, потому что посмотреть, что бы то ни было в прямом эфире гораздо интереснее, там ничего не режется, ничего не вырезается, можно что-нибудь задонатить, прокомментировать, получить ответ. Все это можно использовать для коммерческих историй, то есть, например, прямые эфиры в Инстаграме можно проводить с блогерами или там с какими-то лидерами мнения. Они специально сделали, что вы можете пригласить кого-то, и у вас будет такой обмен аудиторий. Это очень хорошо подходит, допустим, магазинам одежды или каким-то таким связанным с модным бизнесом проектом, потому что они могут выбрать для себя каких-то девушек или молодых людей, которые обладают аудиторией в соцсетях, на которые они хотят выйти, пригласить их к себе и на площадке провести какой-то стрим. То же самое происходит в прямые трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. Алгоритм причем учитывает их как очень виральный такой полезный контент, и поэтому соответственно форсит и продвигает их в ленте пользователей. Stories, о которых я уже сказала, причем мы делали с коллегами исследования, Stories в определенные моменты впихнули все и везде. Тинькофф сделал их в приложении показывать их как нарративы, Яндекс Дзен сделал тоже их везде. Естественно ни одна практически соцсеть не обходится сейчас без них, опять-таки потому что это позволяет как бы быть ближе и в принципе поскольку люди в соцсети приходят все-таки пообщаться и посмеяться а не поделать что-то еще им очень приглянулся этот формат. Как еще мне говорят на некоторых лекциях, что в ленту кому-то стыдно что-то выложить, а в Stories нет, потому что они потом удаляются и вроде бы как и не было, а в ленте остается со всеми реакциями и комментариями. Мне кажется, что если когда-то введут алгоритм по оценке Stories, наверное, они тоже потеряют популярность. Сейчас в принципе некоторые блогеры взяли в моду загружать допустим фотографии в Stories профессиональной фотокамеры. Я не знаю, зачем это правда делается. Есть интерактивные форматы у коммерческих брендов. Например, если вы захотите посмотреть, у Leroy Merlin есть из российских 12 Stories это аккаунт в Инстаграме, который занимается одеждой и шьет и у них очень красивые истории, которые они хорошо подходят и снимают их, но они все равно очень открытые и очень прозрачные. Благодаря этому они имеют очень большие охваты, периодические охваты в Stories выше, чем у всей страницы на 10-15%. Синемография и гифки. Синемография это когда какая-то часть статична у фотографии, а вокруг все двигается. Это очень популярно со снегом, когда он идет и девочка стоит там где-нибудь или когда 3D сейчас начинают снимать и в принципе 3D формат, который есть, он сейчас активно продвигается Facebook, чтобы представляете, вы заходите в Facebook, видите там какой-то товар и можете сразу его покрутить, а если у вас есть AR, VR очки, то и почти его чуть ли не потрогать. И очень хорошо это удобно для пользователей в будущем. Гифки тоже гифки очень быстрые, из них можно сделать хорошие, если у вас например есть для коммерческих соцсетей рубриков, в которые нужно что-то делать, то вы собираете как-нибудь гифку из нескольких серий фотокарточек и пишете такой туториал, допустим, не знаю, как снять красивый кофе или как его приготовить или как приготовить какое-то блюдо. Такие посты собирают всегда очень много просмотров, потому что они имеют на человека завораживающее влияние и соответственно очень удобно. Следующий тренд, который относится к вечной классике, его нельзя назвать трендом, он был трендом два года назад, в принципе в СММ, как я и говорила, то, что для больших каких-то вещей очень считается скоротечной историей, для СММ, например, два года назад, это очень давно. Бренд журналистика это история, когда появилась из того, что очень много людей советуют делать по СММ контент план. Очень хорошо это видно из того, что когда вы открываете свою ленту и видите какие-то рестораны или бренды, вот мне очень нравится, открываешь понедельник и в понедельник у всех начало новой рабочей недели, заходите к нам на кофе, а у нас новый привоз, а у нас еще что-то, а у нас вот заходите перед началом новой недели, взбодритесь и вот это везде, ну среда у нас естественно это маленькая пятница повсюду, в пятницу естественно пятница, все, всем пора в бар, в баре обязательно нужно что-то выпить, где-то нужно полежать почитать какую-то книжку или скачать сериал, да, раньше все так делали и я также работала с клиентами, потому что они просили как раз-таки вот такие постоянные рубрики и приходилось так работать сейчас проделась бренд журналистика, это когда мы берем журналистский подход и переходим с ним в коммерческие соцсети, то есть начинаем писать, это очень похоже на колонку редактора, то есть вы начинаете брать какие-то важные моменты для целевой аудитории и работать с ним как с материалом журналистским, снимать какие-нибудь видео как раз-таки говорить от какого-то определенного лица, помимо того, что есть общие у всех рубрики в контент-планах с понедельниками, средами и пятницами, есть еще история, что у нас была такая ситуация, мы проводили небольшое исследование, был очень большой холдинг ресторанов и у них их было очень много в Петербурге и они были совершенно разные, то есть в центре это были такие молодежные кафешки, как немножко для рокеров, немножко для скейтеров, немножко просто там для модненьких хипстеров в районах это были такие районные рестораны, в которые ты можешь прийти если тебе 30 плюс лет, провести вечер и соответственно насладиться какими-то блюдами, винами и вот в общем такое немножко на прелюксе и были такие прям тяжелого люкса рестораны, которые соответственно с очень высоким ценником и когда мы открыли их соцсети если закрыть название аккаунта все они говорили одним и тем же абсолютно одинаковым языком то есть никакой разницы в ресторанах не было видно вот от слова совсем везде на фото была тарелка а в подписях что приходите к нам приятно провести вечер в дружесной атмосфере мне кажется вот за вот этот вот штамп стоит просто удалять вообще откуда бы то ни было и выгонять из профессии пока не научиться писать нормально когда мы занимаемся бренд-журналистикой мы придумываем бренд-персонажа он придумывается точно так же как и аватар бренда по тем же самым законам вы должны представить кем был бы этот ресторан бренд вообще там магазин одежды или огромный сервис доставки если бы он был человеком так у бренда появляется определенный голос жаргон какие-то какие-то свои модные словечки он начинает обретать лицо и таким образом ваши даже пусть одинаковые посты про понедельник и пятницу начинают звучать совершенно по-новому это можно увидеть как раз таки во всех проектах которые читаешь и вот прям нравится за ними следить если вы проведете какую-то небольшую аналитику вы увидите что у каждого есть свой определенный стиль написания это и есть как раз таки бренд-журналистика следующая история которая из этого выходит это интерактив опросы всевозможные игры любое вовлечение как бы пользователей в какое-то общение обязательно должно быть если вы работаете самое конечно что здесь важно это не переборщить с бесконечными вопросами доброе утро что делаете вы или задавать вопросы такого риторического характера в пустоту попробуйте просто затрагивать опять-таки те темы которые будут волновать пользователей для этого есть множество вариантов инстаграм недавно ввел опросы в stories когда можно собирать как раз таки статистику ответов вконтакте тоже есть опросы уже очень давно в фейсбуке недавно появились они там еще можно делать гифки и всевозможные такие истории потому что все пытаются каким бы то ни было образом поднять вовлеченность как раз таки всех людей в свой контент следующее что выходит из интерактива это конкурсы конечно конкурсы кто-нибудь вообще в конкурсах в соцсетях участвует понятно вот вот жаль а почему вы считаете что они нечестные или в чем проблема нечестные вот ни разу не выиграл на самом деле действительно есть вот эта проблема в том что люди проводят не очень честные мероприятия или не очень грамотно пишут правила оставляя какие-то неточности которые позволяют в дальнейшем трактовать победителей по-разному ну и вообще в принципе у нас очень любят побеждать аффилированные лисы что называется но я могу сказать что сейчас любые крупные бренды которые проводят конкурсы они подходят к определению победителей с большой точностью потому что за это действительно положено что называется большая ответственность как с большой силой это приходит конкурсы можно делать не дурацкие можно делать не только за репост там или отметь подружку или еще что-то конкурсы могут быть совершенно разного формата если вы посмотрите есть конкурсы в сторис когда нужно сделать скриншот когда она появится и отправить бренд и он вам взамен дает промокод для конкурсов есть динамические обложки вконтакте когда пользователи совершают какое-то действие и попадают на них и соответственно в конкурсы можно проводить партнерские когда вы берете каких-то партнеров которые у вас могут быть у бизнеса и вместе разыгрываете какой-то комплект соответственно призов вообще в конкурсах самое страшное не те люди которые в них не участвуют а те люди которые в них участвуют только чтобы получить приз вот все вот эти выиграй айфон подпишись на 30 спонсоров в инстаграме жди результата два года и потом может быть что-нибудь будет это только портит как раз таки работу серьезных смм-специалистов и в таких конкурсах я вас даже призываю не участвовать потому что это скорее всего действительно обман чтобы набрать лайки и подписчиков если подойти к конкурсам действительно интересно подумать что же нужно как раз таки вашим пользователям то поверьте вы увидите очень хорошие результаты буквально 4 дня назад мы проводили в Geekbrains конкурс и разыгрывали место для наобучения потому что как раз таки это было очень нужный такой подарок и разыгрывали под тем соусом что это было для того что можно оставить себе или подарить близкому которому ты заботишься и хочешь подарить ему какой-то новый старт новое начало и механика конкурса механика конкурса у нас была как раз таки такая что мы давали большое большое слово и из него в комментариях нужно было собрать другие маленькие слова из этих букв вы не поверите у нас за 4 дня 36 тысяч комментариев было под этим постом некоторые люди оставили 5 тысяч комментариев кто-то по тысяче по 200 то есть людям в принципе интересно когда это не заезженные истории тем более для нашей аудитории им нравятся игры на логику решать какие-то задачки составлять какие-то слова соответственно для них это становится совершенно особой такой историей и этот конкурс получил очень большой отклик очень большой охват и мы на нем заработали и пользователей поздравили и вручили эти подарки и все было в принципе окей еще один тренд таргетированная реклама из разряда вечной классики да можно делать очень классный контент но его никто не увидит в этом очень большая проблема в принципе социальных сетей если он не будет все равно на репостах и на распространении ты далеко не уедешь поэтому мы пользуемся таргетированной рекламой это реклама которую вы видите в соцсетях у себя в ленте то есть это даже не баннеры которые где-то там справа-слева а именно в ленте баннеры тоже относятся к таргету но их сейчас используют гораздо меньше потому что баннерная слепота которая развивается вообще у людей то есть когда мы заходим с вами на сайт мы уже не обращаем внимание на все вот эти кликбейтные ссылки что там увидела Алла Пугачева или какие-то такие ази-натритапара то есть вот это нас уже всех не интересует поэтому все стараются максимально интегрироваться в ленты и показать полезный контент но предоплачивают его таргетированная реклама позволяет откручивать посты и собирать базы таким образом что вы можете собрать не только людей определенного возраста дня рождения предпочтений но еще которые живут в определенном доме на улице благодаря тому что там можно выставить индекс то есть если у вас человек даже если он никуда не ходит и ходит только всю жизнь вокруг одного дома вы все равно сможете показать ему соответственно ту рекламу которую вам нужно ему сообщить и донести до него то сообщение например если в этом доме открылась новая кафе и если он только вокруг него ходит и почему-то его не видит возможности действительно большие есть я чуть попозже покажу с помощью таких инструментов можно искать базы данных ну и здесь можно сделать вывод что и на вас точно так же могут таргетироваться по всем следам которые вы оставляете в социальных сетях регулярность контента когда меня спрашивают сколько постов публиковать в день в неделю в месяц я могу сказать так что лучше публиковать регулярно чем публиковать вот абсолютно хаотично и по многу постов если вы будете публиковать один пост в неделю но он будет классный хороший выверенный даже если вы хотите развивать личный бренд где-то в инстаграме это сейчас очень популярно вести свой аккаунт там рассказывать о чем-то и в принципе это может быть даже полезно вашей трудовой деятельности подойдите к вопросу контента и наполняемости с точки зрения регулярности лучше ничего не опубликовать и оставить что-то чем опубликовать трэш какой-то потому что что посты что комментарии это не воробей вылетит за скрин что называется поэтому здесь для маленьких брендов я могу сказать что можно публиковать три поста в неделю вот если такие вот прям какие-то нужны ориентиры из толпы большие бренды от двух постов в день и выше смотря сколько ваша аудитория способна в себя что называется вместить и отреагировать если вы посмотрите популярные паблики какие-то развлекательные они публикуют посты по два раза в час и ничего на каждом из них есть по пять тысяч лайков и никого это не бесит если вы с коммерческой точки зрения способны производить такое количество качественного контента никто от вас отписываться не будет и бренды амбассадоры это такая история что наверняка вы видели в инстаграме особенно когда у брендов случается какой-то запуск особенно это касается системы знакомства Баду потому что у них каждый праздник когда происходит какая-то история все начинают выкладывать что я познакомился там или я буду рад познакомиться здесь даже если у него есть парень и девушка или какой-нибудь выход аромата каждый блогер начинает или перед новым годом вот особенно наборы все подарки у всех один и тот же практически заготовленный текст который написан абсолютно не языком блогера за которым ты следишь и вот начинается масса это называется сидинг вообще в профессиональном массовое такое засилие всех и всея и никакого доверия у пользователей на самом деле не появляется когда происходит вот такая история на данный момент все что можно и нужно делать с лидерами мнений с блогерами это делать из них бренд-аббассадоров то есть когда вы заключаете какой-то контракт уникальный что вот если он публикует допустим посты про этот парфюм то он не публикует на следующей неделе про конкурентов а через три дня не пишет что у него теперь девочки я узнала такая вещь вышла вот есть такое приложение если вы в нем зарегистрируетесь то все будет хорошо и когда вот человек особенно который блогер который близок вашему бренду и вы готовы на него так скажем повесить то что он будет его лицом тогда это стоит того это очень похоже на работу с моделями когда они становятся лицом какого-то бренда и начинает ассоциироваться у пользователя с этим брендом поэтому к выбору лидеров мнения стоит подходить очень аккуратно делать с ними какие-то спецпроекты есть очень интересные кейсы вы можете посмотреть на с фильмами когда выходит какой-то новый фильм есть вот хорошие ребята которые снимают спецпроекты когда блогеры едут куда-то на место съемок берут какие-то интервью делают сами контент и тогда такие интеграции приносят действительно аудиторию для этих фильмов то же самое кстати есть некоторых коммерческих крупных брендов в России с этим работает хорошо Дюрасел я знаю и вот из холдинга Лореаль у них вот с этим все в порядке так пока все не очень хорошо вот допустим окей вы все это делаете все хорошо значит постите хороший контент подготавливаете его готовитесь к нему как же оценивать вообще зачем мы здесь все и что происходит и надо ли постить котиков я могу вам сказать что в этих замечательных трех буквах KPI вы можете заключить то что нужно вам если это продажи и вам важно продавать то вы соответственно ставите туда деньги которые вы зарабатываете через соцсети как померить продажи через соцсети если у вас есть интернет магазин то элементарно вы можете поставить UTM метки отправить соответственно через Яндекс метрику и смотреть как у вас идет из соцсетей переходы с какого поста с какой интеграции что происходит если у вас допустим есть только оффлайн точки продаж то здесь можно публиковать промокоды секретные там слова как скидки и таким образом оценивать эффективность своей компании если вам важны охваты то есть просто чтобы о вас все время все говорили и были очень большое количество просмотров то можно в KPI ставить просмотры и так мерить собственно свою эффективность инструментарий который вам может помочь вообще в принципе и вы можете посмотреть на какие-то странички брендов которые сейчас ведутся то есть вам не нужно иметь никаких доступов там админки да логинов паролей или еще чего-то смотрите Popsters там вы просто загружаете любую страничку и видите какие вообще реакции какой контент собирает то есть вы можете зайти на страничку там Burger King и посмотреть какой у них самый классный пост за месяц за всю историю странички или еще за какую-то такую вещь там же может быть все охваты вообще просмотры и прочая история Publer вот Publer это просто такая секрет арбитражного трафика потому что вы можете найти все упоминания и все рекламные кампании то есть если бренд делал какие-то посты и таргетировался там будет все то есть он помнит все меншины все продажные истории даже причем я не помню выпилили ли они эту историю или нет но раньше даже если блогер удалял пост он все равно там оставался так что можно было посмотреть что и как происходит LiveDune позволяет смотреть статистику и аналитику всех аккаунтов в инстаграме вашего собственного и всех других и Paper Ninja как раз таки это та самая история которая позволяет собирать любые аккаунты по любым ключевым запросам то есть если вам нужно найти всех девушек которые в возрасте от 21 года там до 22 смотрят там какую-то я не знаю какой-то определенный бренд одежды и при этом они живут не в Москве а где-нибудь в Магадане он может это сделать то есть вообще в принципе любой запрос и следующая история это что читать и чем вдохновляться в принципе пиши сокращай эта книга должна лежать на столе у всех людей которые работают с текстами где бы то ни было пишут для себя хотят развиваться как копирайтер или в принципе хотят уметь оценивать тексты это книга Максима Ильяхова который занимается Тинькофф журнал и прочими всеми контентными историями научит действительно писать очень хорошо и интересно также это поможет для тех кто хочет писать курсовые дипломные работы без копипаста что называется телеграм-каналы главред это от создателя пиши сокращай там делятся последними трендами вообще в контенте что модно что не модно что можно использовать какие инструменты для этого есть блога СММ там очень много кейсов очень много статей как раз таки о том что можно использовать куда идти чем вдохновляться в работе с брендами интернет-аналитика в принципе очень много внутренних данных по разным не только по СММ вообще по интернету что какие есть движения в аудиториях какие есть тренды что сработало в прошлом году то есть такой аналитичный канал Коса VC и T-Journal там в принципе очень много о диджитале и об СММ и об общих трендах о том что происходит у нас в СМИ очень полезно и познавательно у нас в Geekvrains можно подписаться ради того чтобы посмотреть с какими вообще программами делать гифки как обрабатывать фотки помимо программирования я радую болею за контент который позволяет пользователям быть как раз таки полезным по разным сферам поэтому там можно найти много чего по маркетингу и по СММ и всегда можно написать собственно говоря мне во всех соцсетях я могу скинуть эту презентацию кому она понадобится по запросу и буду рада ответить на какие-то вопросы которые есть у вас все спасибо аплодисменты